Железный узел поставили у дома номер 26 по улице Подшипниковой. Он станет ярким маркером того, что в доме живут должники. Жильцы сразу нескольких квартир не передают показания счетчиков и не платят ни за холодную воду, и канализацию ни за электричество. Долг только одного этого дома за водоснабжение превысил 80 тысяч рублей, а 20% квартир имеют долги за электричество. Сотрудники двух ресурсных компаний «Самара Горэнергосбыт» и «РКС Самары» решили объединиться в борьбе с самыми злостными неплательщиками. Мы совместно с «СамГЭСом» проводим рейд по отключению должников. По данному дому у нас перед самарскими новосистемами задолженность более 80 тысяч рублей. Сегодня будем проводить отключение, канализацию. В общей сложности абоненты на прямых расчетах задолжали «РКС» и «СамГЭС» более полутора миллиарда рублей. Крайние меры применяют только к злостным неплательщикам, которые не оплачивали потребленные ресурсы более двух месяцев и не реагируют на предупреждение о необходимости погасить долги. Например, жительница этой квартиры должна заводу, канализацию и электроэнергию 33 тысячи рублей. У вас на сегодняшний день имеется задолженность за коммунальные ресурсы по электроснабжению и водоснабжению. Задолженность более двух периодов, поэтому мы вынуждены сегодня произвести ограничение данных коммунальных ресурсов. К представителям компании женщина не вышла. Квартиру временно отрезали от электроснабжения и канализации. Чтобы вернуть себе блага цивилизации, придется оплатить все долги, а также работы по возврату услуг электроснабжения и водоотведения. В сумме это около 6 тысяч рублей. Если человек попал в тяжелую жизненную ситуацию, то ему необходимо обратиться в любое отделение САМГЭСа и есть такая возможность заключить соглашение о рассрочке платежей на определенные периоды. Этот рейд – первый из совместных мероприятий, которые подготовили ресурсники злостным должникам. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.